Церковь адвентистов А мы сейчас пройдем по наружу и потом уйдем в Старый город То есть мы по остаткам крепостной стены возвращаемся в Старый город Сейчас пройдем через две башни, остатки крепостной стены посмотрим И придем к себе в отельчик Остатки ворот, здесь было ворота смерти, вход смерти был Там еще было две башни в глубине, потом их снесли Но слава богу, время пощадило вот эти венские ворота Вена, это русские ворота, потому как вот дорога в Россию лежала в ту сторону Вот А, ну это курсовод, конечно, нам рассказывал, поэтому я вот повторяю просто с его слов Ворота в город русские купцы здесь приезжали в город через эти ворота Видите чашу кофе с Квагасаном? Старые ворота Старая стена, вернее, вот здесь были как раз ворота находились Это старая стена, оставшаяся часть сохранившейся укреплений старых И здесь недалеко наш отельчик, мы нашли к нему еще один путь новый, наш укороченный путь Сейчас мы к нему пройдем Животные, эти забавные животные Бобер тут, волк, лисица и кабанчик Ну, если видите, отражается Такая праздничная инсталляция интересная Вот продавцы всяких котиков, кошек собираются, уходят с тем, чтобы вернуться завтра Здесь отходим, интересный продавцы Монастырь Святой Катерины, Катерина Кайлк, улица Катерины Вот здесь вот, значит, идем вдоль крепостной стены Дома пристраивались к крепостной стене, вот здание Может быть, этим и стена обязана тому, что сохранилось А здесь был монастырь Святой Катерины Вот от него осталась вот такая улица Катарина Кайк Вот здесь снимались многие фильмы, если вы смотрели А вы наверняка смотрели «Приключения желтого чемоданчика» Вот здесь от героини Пельцер И докторы перелазили, где-то вот здесь они лазили Потом выбегали вот этот проем И оказывались на Московской улице Ну, по фильму они оказываются, опять же, на улице Таллина А если присмотреться на номера, помните, там на Это объевшийся конфет, храбрость, она запрыгивала на троллейбус там и так далее Вот у троллейбуса были номера уже московские Ну, кино, чудеса Хлещи гномов, чудеса всякие творит кино Вот такие очаровательные магазинчики подземные И, как нам рассказал наш экскурсовод, это самое старое здание 1255 года Каменное здание города Смотрите ли, вот это монастыря Вот это каменное здание, самое старое, официально зафиксированное 1255 года Вот так вот Старинное место, старинное А это церковь И вот церковь была разрушена И не восстанавливалась Сейчас находится на консервации Еще все на Катеринин-Штрассе, да, условно говоря, улице Катерины Вот вход в церковь, это черный, ну, как бы обычный вход, поседневный, торжественный вход Саму церковь разграбили, сожгли ее, она погибла Во время реформации с нее ушли монахи Ну, по легенде, потом один вернулся И все тут спалил Вот А внедрение немецких, скажем так, вот людей Немцев, основавших Таллин и так далее Это те самые, по-нашему, как бы псы-рыцари И нам показано, кроме того, что здесь изображены вот эти самые псы Вот они, псы и драконы, которые, собственно говоря, и Ну, интерпретация рассказа, это как раз те, кто внедрились на эту землю Внедрились на землю и несли окатоличивание То есть, в принципе, вели себя, как настоящие грабители, поработители И в средние века атаковали эту землю С тем, чтобы превратить жителей в рабов Они буквально были превращены в рабов Ну, понятно, потому что эстонцы не потеряют идентичности Язык сохранили, не слились с немецким населением Потому что считались, скажем так, не коренной нацией мест Вот, вот такой вот памятник И такое упоминание об псах-рыцари Тут неожиданно нашего подтверждения Вот в виде украшений, в данном случае Вот этой самой церкви Катерины Ну, и улицу эту вы видели, я повторюсь Она достаточно знаменита по фильму Вот, ну, а сейчас мы будем выходить Вернее, мы сейчас выйдем через красивый выход Выйдем на улицу Веру На улицу, Русскую улицу Не Веру, Вену Вену, да, Вену Здесь же всякий, опять же, теплый огонь Города Таллинн Барчики, магазинчик И мы выходим на Русскую улицу На улицу, где же селились русские купцы В городе Таллинн Ну, где была их основная Она вела как раз на торговую площадь Вот туда Эва церковь Русская церковь, православная церковь В конце улицы Так, ну, а мы А мы пришли к себе в номер Практически в свой Отельчик, вон он там, где флаги Флаги получатся по ветру Завидел телеграф Здесь и телефон Центрально располагается Спасибо китайским товарищам Подсказали Так, ага Здесь вкусно и много пили Судя по всему И, видимо, продолжают этим заниматься Неплохая коллекция Вечерин Вышли на улицу прогуляться В очередной Своей прогулке по городу Таллина Запах углей разносится Ну, жарится мясо Готовится к вечернему Всякому припровождению кафе и бары Квакнуть ли? Квак Ин Барчик Квак Ин Квак Ни Квак Ин Бельгия бар-кафе Понятно Так, ну, наш любимый русской улиц Мы идем в сторону Площади Вот Вообще у нас идея посетить сейчас дом Палача Да В древнем средневековом городе Был палач Который выполнял массу функций Городской жизни Да-с И он не всегда таких печальных Как нам покажется в первую очередь Хотя, конечно, много времени Уделял он совершенствованию своих навыков И умений О, музычка Музычка тут везде, музычка такая Ольде Ханс Это вот здесь такое место Я уже рассказывал про него Вот Он так выглядит при свете дня Там есть магазин Работающий по древним рецептам Всякой продукции Привет, Томас О, Томас повернулся в другую сторону Мы мы выходим на Томас Площадь Томаса Сейчас покажем Артефакты на площади Которых мы начали рассказ первый день Но не закончили его Так, опять наша площадь Вот на местном диалекте Вот эти места называются Лосиные барьеры Моревой километр Таллина С этого места надо увидеть пять церквей Нам сегодня рассказывал Наш эскурсовод Вот один шпиль Вот второй шпиль Где-то там был третий шпиль А, нам третий шпиль А еще два надо найти Домашнее задание Приедете в Таллин Поищите его Вон точно есть еще два шпиля Да, но с кольца нельзя сходить Можно только ходить по кольцу Как только вы видели пять шпилей Можно загадать желание Это Нелегневка Посреди площади Сюда ставят елку Вот мы Вот эти опять же Лосиные барьеры видим И вот площадь между нами Вот сюда ставят снова Это место Где ставился позорный столб Для мужского населения Сюда приковывали Убийца, воров Здесь им произносились какие-то Приговоры Казнили за территорию города Естественно Мы в сторону палача Сегодня пройдемся Может быть даже дойдем до места Где казнили Ну так уж Из песни слов не выкишься Девигород есть средневековый город А вот женский позорный столб Вот он Ошейник для женщин-нарушительницы Здесь она стояла И подвергалась всяческим надругательствам Тоже средние века Правосудие справлялось По-своему, по средневековому И вот еще одно местечко Есть у барьера У Лосиного Забавное, достаточное место Здесь изображен кусочек креста На этом месте был казнен пастор В городе вообще нельзя было казнить Но по просьбе пастора Который убил кочергой служанку Ему разрешили Повесить его в центре города Вот остатки креста Видны вот здесь Он сам пришел Покаялся Но жизнь жителей Вольного города Таллина Была священна И нарушивший священный обряд Должен был быть казнен Даже несмотря на то, что он пастор И сам пришел Что называется Сотрудничество со следствием Тем не менее Единственная привилегия была То, что казнили не за городом А вот На вот этой площади Это единственная такая привилегия Была быть казнен И наконец еще один артефакт Это древний колодец Городской колодец Вот на этом месте Находился колодец Ну, сейчас тут находится заглушка Колодец был разрушен Восстанавливать уже не стали И вот в том углу была весовая комната Где содержались эталоны весов В ней можно было вешать соль Только на тех весах Которые находились в весовой комнате Это было вот там Ну Ее разрушено во время войны Восстанавливать уже не стали Там немножко видно На брусчатке Где она находилась Там отметочки стоят Показывать не буду А то неинтересно В город Таллин приехать Приезжайте в город Таллин Встаньте на пуп Таллина Вот там И найдите еще две башни И загадайте желание И, конечно же, ваше желание В обязательном порядке сбудутся Ну, а мы идем в немецкую сторону Таллина Вот это немецкая сторона Таллина Вот там располагалась русская сторона Таллина И морская с той стороны И русские вот там располагались Вот там русские А мы сейчас идем на немецкую сторону Там как раз жил палач Потому что палачом города Мог быть только немец Несмотря на то, что это была И презираемая должность В Риме доверялись Только этническому немцу Магистрат доверял эту должность И вот как раз в той стороне Жил палач города Немец Проходя к Палачу, не могу не обратить внимания Вот на тот домик, вчера вечером мы там гуляли Там пивоварня и пивной дом Находится, Берхаус Вот на переулке, ведущем к короткой ноге После прогулки Ой, такой волнительной Вечерней прогулки к Палачу Мы туда зайдем Мимо церкви Никулисты Церкви Святого Николая Такая башня Башня сейчас плохо, мы идем по улице Поэтому, когда дойдем До места, куда мы стремимся Мы ее покажем Очень красивая церковь С богатой историей, построена была немецкими Жителями этот квартал Таинственный город Таллин Тут же вот такие всякие Таинственные заворотики и поворотики есть Вот мы видим стену Выжгород, который ведет Вот Видите, флейты где-то играет И вот там где-то снимали Там есть камень, где Датчане обрели флаг По легенде, там молния ударила в камень Вот И там же вот на тех раз снимали Мушкетеров наших знаменитых Снимали фильм про три мушкетера Так, что здесь написано Ну, написано здесь Не по-русски Европарк Европарк Туда мы позже зайдем А сейчас мы продолжим свое путешествие К Дому Палача Вот видно церковь Никулисты И улица Персонажей такого древнего средневекового города Который должен был быть Вот И сейчас мы вернем к его дому Ну, вот дом, собственно говоря Искомый дом Потому что флигры в виде топорика Вот, пожалуйста Такой топорик Зловещий топорик И в виде меча у него вот такая вот палочка На котором он вращается Грузинская таверна Тбилиси располагается Ну, чё ж Так сказать Времена идут Мы меняемся вместе с ними Так Вот это вот башня Кекенде Кок 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 И продолжаем свою прогулку Дальше по городу Ну, какой-то Шницельхаус А, ну, здесь, наверное, шницелями кормят Шницельхаус, между прочим Экскурсии Написано на русском языке Кто любит свинину Обсыпанную Сухариками Милости просим Шницельхаус Ну, мы более диетическое питание Уважаем Хотя Собираемся сходить В пивную магазин В пивную В пивную Ну Будем там соблюдать благоразумие И не есть свиную Например, ногу Так Даем объективочку Ага Порк 9,90 Я так понимаю Шницель 9,90 Порция Наверное Это неплохо Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...